Ну что ж, народ, всем привет! С вами Аксина, сегодня мы продолжаем с вами делать летсплей по игре ниже Emma Story. В прошлой части мы с вами попали в лабораторию, но сперва мы, конечно же, с вами просто выбрались из жуткой тюрьмы. О, Господи, что это? Открыть, откройте, пожалуйста. Почему так плохо открывается дверь? Её не смазали? Ой, кошмар. Так, у меня есть три банки масла. По-моему, это прекрасно, потому что здесь настолько тёмное место, что... Честно говоря, как-то это... О, трудница. Ещё возьмём, пожалуй. Что мне как-то даже не по себе. Так, что тут у нас? Сегодня я закончила создавать медного быка для Роберта. Это, конечно же, мой шедевр. Тем не менее, когда я открыла его показать его, он толкнул меня внутрь, закрыл затвор... Не затвор, а этот... Господи... Люк, люк. И поджёг дрова, зажёг огонь. Я медленно приготовливался и страдал где-то час перед тем, как умереть. Какая печальная история, ребят. Ну, твой папаша действительно какой-то бальный придурок. Ну, реально. Что ещё тут? Всё? По-моему, тут у нас ничего нет, ребят. Ну и ладно, ну и пошлите. Не понял. What the fuck? Это чё такое? Это чё такое, народ? Я, по-моему, нет застряла. Ой-ой. Что творится на экране? Чё это? Это меня жарит, что ли? Ну, судя по всему, да. Эмма, ты что, видишь предсмертные часы людей? Ну, я хочу сказать, ты почти экстрасенс. What the fuck, ребята? What the fuck? Выпустите меня отсюда, пожалуйста. Это какая-то шиза. Ооо, совсем я смотрю плохо. Ладно, я мы спокойно. Всяко бывает. Деталь от двери. Замечательно. Ну, тут же её же не было. Нам её кто-то подкинул, что ли? Ну, ладно, бывает, что я могу сказать. Не, вообще, как бы меня вот эта кастом-стори пока ещё особо ничем так сильно не испугала. Может быть, конечно, я уже попривыкла к амнезии. Зато какой-никакой иммунитет выработали к выходу второй. I-Machine for PIX части. Так, чё я жгу? Тут лишний раз. У меня столько трудниц. Давайте так вот что-то сделаем. Потому что я так смотрю, масла-то нам мало дают. Мало. Мало масла. Так, ну, давайте зайдём сюда. Ох, ёкало мною. Тут тоже как-то невесело. Ой, щет! What the fuck? Ох, ёкало мною. Господи. Для того, чтобы жариться над субъектом, Роберт толкнул меня и, связывая меня сзади за ноги, подвесил, значит, на железной... ну, на деревянной балке. Два его mindless, ну, безумных, даже, скажем, лишённых разума слуги начали пилить меня на две части вертикально, пока... Пила не достигла... Дозабедренной кости, господи, какой кошмар. Ну-ка, я вот реально, я не успела просто дочитать. В общем, короче, там как какой-то кошмар, ребята, творился, реально. Это тебя пилили? Чё происходит? Эмма? Какого фига, Эмма? Ты что, видишь предсмертные часы на людей? Ну, это кошмар какой-то. Ой, кошмар. Ой, кошмар. Она же... она ещё и кричит. Ой, вообще, вот это вот жуть. Ребята, это реально жуть. Это больные люди. Вообще, мне кажется, что... В общем, и за каждую такую пытку нам дают... По детальке. От дрели. Ой, ребят, это просто, это пипец. В общем, нам надо ещё, видимо, чью-то смерть увидеть для того, чтобы получить третью часть. Ой, ё... Я смотрю, тут тебя... Тут ненчивали народ. Совсем прям какой кошмар. О-о-о... Вот что я называю, скелеты в шкафу. О-о-о... Вы их что, потом жарили, что ли? Ой, да Ну ладно, пошлите в следующую камеру Смотри, как Народ тут распиливали По частям Ну или что они там делали дальше, я не знаю Что они тут еще могли придумать Так, отсюда мы пришли Вот еще камера, да? Какого хрена тут играет музыка? Так, ладно, давайте сюда споем Я всегда настороженно отношусь Вот к этим вот железным делам О, ясно Никогда Не увидела экспериментов Более страшных, чем с железной девой Однажды закрыв там кого-то И Не имеешь пространства вообще Двигаться, если случайно дернешься Или просто что-то зачешется Шип просто Пронзит меня И спать не... А, спать с дипа на скилку А, и довольно глубоко Онзиться для того, чтобы убить Но... И в результате Боль Будет повторяться снова и снова Пока сам процесс Не закончится И пока Человек не умрет От потери крови Ну что ж, Эмма Нет, нас не будут Запихивать туда Fuck you Нет, будут все-таки Кошмар О, ё Че делать-то? А, а О, кошмар какой Ну я так думаю Нам надо себя Убить Нет, я просто Других выходов не вижу Не все, как бы Давайте мне третью часть Дрели Дайте мне собрать Уже эту грёбаную дрель Зачем она мне так? Отлично В общем, народ тут Запиливали Закалывали Замучивали Здесь вот что-то играло, да? Ну-ка, давайте сюда сходим Тут странная дверь Кто-то здесь есть? Говори, говори Сейчас она тебя скажет, конечно А, и так-то Эмма Я не припомню такого имени Но Я так понимаю Ты ищешь Этот рот Ну, вы поняли, ребята Я ни для кого не открою эту дверь Особенно Из-за того Какие Вообще ужасы тут творятся Эмма Че нам делать? Говори Этот человек не откроет Я... Я клянусь, что у него также есть ключ А, рот это стержень, ребят Вот точно Я вообще Слоу Неужели нет никакого... Ну, я не могу с ним пойти на компромисс, чтобы открыть эту дверь Так, а че у нас есть? У нас есть... Да, попробуем выпилить Что ты нафиг делаешь? Я... Эмма Тебе не кажется странным, что ты беседуешь с доспехами? Как-то вот мне сейчас не по себе, Малек Только не ходи, пожалуйста, за мной, ладно? Ну, вообще, это какая-то шиза, ребят Вот это уже реально шиза Почему В этой игре Эти не манекен Какие манекены? Рыцарь какие-то, маньяки Реально Они преследуют нашу главную героиню просто по пятам О, статуеточка Ну, похоже, здесь, кроме записки, у нас, ребят, ничего и нету То есть Я так понимаю Я так понимаю, что у этого товарища стержней нету Ведь так? Ну, вообще, ты какой-то страшный Почему ты подсвечиваешься красным? Тут же вроде нет ничего такого Ну, ок, давайте читать записку Я думаю, наверное, что-нибудь произойдет Отличный дневник Роберта Запись третья 15 января 1844 года Прошел месяц с моей последней записи Эта сфера дает мне больше силы, чем я мог вообще себе представить Почему я Думала использовать ее для только добра Я, в принципе, могу ее использовать для всего, чего угодно Я могу повышать мои Я могу увеличить мои пытки Но не для учебных целей, скажем так А просто потому, что мне нравится, как люди кричат и молят о помощи Как жалко Господи Твой папаша псих Просто псих Я должен Улучшить свой план, используя Эму и ее ухажера Нейла Она умная, но она никогда не ожидает, что я сделаю это Я должен сделать себе приготовление Я должен стать бессмертным Блин, что за хрень? Нет, Эму Отсюда вообще надо было с самого начала валить Какого хрена? Какого хрена, ребята? Какого? Стой там, пожалуйста И не ходи за мной Ооо, да Ребята, тут-то все плохо Тут все настолько плохо, что я уже хочу отсюда свалить Ладно, ребята, пойдемте тогда отсюда У меня до сих пор кошмары от этих камер пыток Ну да, я видела, какие у тебя кошмары Так, значит, мы добыли ключ Ключ Вот этот вот, да? Чего? Он слишком ржавый, чтобы его использовать? Ключ очень ржавый В данном состоянии Мне нужно найти что-то, чтобы его Ну, как бы, ржавчину убрать Блин, Эмма, я не знаю, чем тебе можно помочь Я могу Вот сюда налить масло Или я могу Как могу? Вот так вот могу сделать И так у тебя ничего не работает Ну, давай И так вот тоже ничего не работает Я честно признаюсь Я не знаю, чем тебе можно помочь Может быть, мы что-то там с вами, ребята, пустили Хотя... Хотя не знаю Здесь у нас вроде ничего нету Странно Очень странно Мне нужно какое-то масло Я так понимаю, верно? Масло для фонаря у нас не подходит Ну, ладно, окей Давайте мы пойдем туда Машинное отделение И посмотрим, что у нас есть там Может быть, как бы там Мы сможем Найти все, что нам нужно Машинное отделение Тут тоже как-то печально все Совсем печально Ну, ладно Пойдемте по кругу Хотя, честно говоря Мне тут не нравится Все-таки Вот саундтрек Камнезия Просто гениален Что? Что ты тут пишешь, Эмма? Выглядит так Как будто мне нужно три стержня Для того, чтобы данный лифт заработал То есть нам надо найти три стержня Ну, замечательно Такая загадка была у нас В Амнезии В оригинальной игре Помню, спускались мы там В жуткое хранилище Для того, чтобы Найти Два из них Ну, ок Здесь у нас что? Я так понимаю Нам сюда что-то Надо будет ставить Где тут у нас Что-то должно запускаться Я не понимаю Что тут написано Ну да ладно Ты открываешься? Ух, ё-о-о-о-о-о-о-о-о Мне нужно спускаться куда-то в какую-то тёмную клоаку очередную. Хорошо. Мы сделаем, пожалуйста, с вами, ребят, так. Я сейчас, да, обследую оставшиеся верхние комнаты. Ну, во всяком случае, посмотрю, что у нас ещё есть. В следующей части мы с вами... Тогда будем спускаться вниз. А чё, чё нам ещё остаётся? Не вижу больше никаких других выходов из данного положения. Ну, окей. Окей. Ладно. Пожалуй, тогда оставим данное мероприятие до следующего раза. Ну что ж, всем огромное спасибо за просмотр, народ. С вами была Аксида. Ждите следующих эпизодов. Всем удачи и пока.